Возможен ли сценарий, что Россия готовит, Рашка готовит 200-тысячную группировку за Уралом для нападения на Казахстан? Спрашиваю, потому что заметил, что российская пропаганда начала критиковать Казахстан за русофобию. Сам считаю, что бред нападать на Казахстан, потому что два фронта похоронят Рашку. Вы знаете, как говорят, что в вопросе, как правило, содержится сам ответ. А я еще добавлю к вашему предположению, не только войну на два фронта, еще никто в военной истории не выиграл. То есть это очень проблематично, вести войну на два фронта. Но еще я и напомню, что Китай очень четко и ясно дал на последних саммитах, которые проводились, в том числе с участием России, с участием Путина, когда он встречался с Си Цзепинь, с китайским лидером, было четко и ясно миру представлено, что Казахстан это интересы Китая. И, кстати, сам президент Казахстана Такаев дал понять, что они все-таки будут ориентироваться на Китай, а не на Российскую Федерацию. Поэтому нет, я не думаю, что Россия, я и вообще не уверен, что Россия там готовит двухтысячную группировку. Почему? Потому что я думаю, что те 300 тысяч, которые они сейчас набрали, они все на европейской части. Половина из них уже в Украине, а вторая половина вот сейчас активно стягивается в Украину. Так что на России там за Уралом вряд ли там что-то есть. Может быть, они сейчас формируют уже вторую волну, они будут формировать там, где-то за Уралом, где-нибудь в Тотских лагерях Оренбургской области, там огромные полигоны, там можно... Когда-то целые части воинские выводили и селили в чистом поле, селили вместе с семьями, с техникой в чистом поле, когда выводили западную группу войск, это бывшая группа советских войск Германии. Потому что некуда было выводить, а городки не построили, деньги пропали. Горбачев забрал всю сумму денег в лице Горбачева Советский Союз, коль дал 64 миллиарда марок. Дочь марок было передано Германии на организацию вывода. А когда сроки стали поджимать, к 1994 году пообещали вывезти, то тогда... А выводить некуда, вот тогда в поля и выставляли целые воинские части с техникой, вооружением, с личным составом и семьями. Селили их в палаточных городках. Вот поэтому там, может быть, сейчас начнет формироваться вторая волна. Вот, может быть. Поэтому я не думаю, что Россия там готовит двухтысячную группировку. Хотя мечта забрать Северный Казахстан неоднократно звучала из уст российских пропагандистов. Тем более, что Северный Казахстан очень русскоязычный. Там же находится Байконур. Там же находится звездный городок, недалеко от Байконура. Вот, поэтому ядерный полигон в Северном Казахстане тоже находится. Поэтому, я думаю, для России это, конечно, был бы лакомый кусочек. Но, мне кажется, что вот в этом смысле выражение кишка тонка, оно подходит, наверное, больше всего. Потому что рыбнуться против Китая для Российской Федерации это будет равнозначно самому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова